всем привет вы на канале классная рыбалка друзья всем привет мы продолжаем нашу серию фильмов про косынки сегодня мы будем изготавливать трехстенную косынку что такое три стены вот три стены это три полотна изготавливать будем из рамы то есть у нас есть рама и трех полотен разные ч и поехали вот для изготовления этой косынки нам понадобится рама то есть это обычная металлическая трубка диаметром 6 миллиметров длиной на полтора метра что нам для этого нужно для изготовления полотна нам сейчас наша задача изготовить три полотна два полотна мы изготавливаем сече и которая больше по размерам вот и одно полотно основное рабочие мы будем изготавливать из полотна поменьше меньшего диаметра вот что нам для этого нужно сейчас зная дину вот этой палки грубо говоря вот она полтора метра нам нужно отсветать определенное количество человек вот конкретно основная рабочие будет 25 миллиметров то есть еще на 25 вот большая будет на 30 миллиметров коэффициент усадки я делаю здесь 30 то есть это означает что из куклы вот из такой длина уменьшается на в три раза вот соответственно мне чтобы на 25 коэффициентом 25 25 с коэффициентом 3 мне нужно определенное количество ячеек ячейки и коэффициент вы можете сейчас посмотреть в таблице которые закреплены в видео вот и получается что у нас на двадцать пятую чью на одну чью будет приходиться один сантиметр 66 миллиметров сейчас рассчитаем на калькуляторе сколько нам нужно ячеек то есть мы знаем нашу длину полтора метра делим на 1.66 получается 90 ячей сейчас мы отсчитываем отсюда 90 ячей вот эти куклы приобретению в магазине то есть длина их разная в среднем они идут по 150 метров длиной стены тоже разные как бы вот отсчитываем 90 ячей и отрезаем вот обрезали мы полотно теперь наша задача нужно сделать треугольник то есть как мы делаем треугольник мы ищем край полотна ищем край полотна нашли его берем иголку с ниткой кто-то называет от его челнок и сразу здесь продеваем нитку завязываем на узел двойной и делаем петлю на краю то есть это получается край нашего треугольника теперь наша задача полностью по периметру берем за что-нибудь цепляем у меня тут есть помощник роман иди ко мне все он просился помогать сюда вставай держи берем теперь и полностью продеваем через каждую и чью это занимает определенное время я вам сейчас один покажу экран как сделать дальше естественно уже будем все это делать за кадром что все это было дело быстрее пропускаем способ этот достаточно такой интересный сам узнал о нем лет наверно 12 13 назад увидел у одного рыбака на севере суть какая вот этой трехстенной это то же самое что трехстенная сеть то есть чтобы появилась рыба разного диаметра то есть побольше поменьше и не только просто плечи и да может попаться рыба которая идет поменьше на проходит через первые через первые полотна и остается в том полотне вот уже вот эти 90 ячей наши продели что мы делаем теперь теперь у нас есть вот такая штука наш каркас роман теперь и жива так вот пальчиками смотрите что мы делаем теперь я беру еще другой край этой косынки то есть вот этого самого полотна делаю заметку засечку и непосредственно я ее сейчас держу ты не подходи держу делаю вот такую петлю делаю петлю и пропускаю через нее то есть моя задача сейчас вот эту длину рассчитать большой взял черновчика для этой работы поменьше немножко так все делаем раз делаем вас все вот что у нас получилось сейчас мы сделали получается по длине теперь мы идем также по полотну идем по полотну вверх собой в сторон с этой стороны и с этой стороны чтобы у нас получился своеобразный треугольник также вверх мы отсчитываем 90 ячей сейчас мы их отсчитаем продением и готовый результат уже покажем вам вот первый треугольник у нас есть то есть полотно какое получилось вот посмотрите вам станет сюда для сравнения вот такая усадка тройная посмотрите здесь видно стой как было показать возьми переходить вот это возьми как и вот это я возьму вот эту смотрите ну чё вон возьмем у нас подлещика нашего плывет подлещик смотрите об среди как он провалился вот такая усадка вот это называется треная усадка огромный кошель огромнейший кошель то есть вот какая получается вот в такие косынки у товарищи ловится бывает что и по два и по три ведра за раз за один вот таких нам нужно изготовить сейчас еще две штуки мы изготовили на 25 сейчас делаем на 30 вот мы связали установили уже по краям как обычно привязали с краю с краю и посередине обмотали всю изолентой теперь нам осталось сделать последний штрих повязать веревку с краю помощник у меня сегодня мне помогать целый день я горит на рыбалку хочу если вы видео предыдущие наши видели где мы с ним ездили на рыбалку ставьте лайки показывайте детям своим вот роману 8 лет он тоже можно сказать осознанно нынче поехал только на рыбалку до этого есть вот так немножко так привязали сейчас мы это все обмотаем изолентой рука расскажи расскажи подписчикам то рыбалка тебе нравится ну смотри тогда что добились он стеснительный ничего сейчас немножко подрастет летом мы с ним будем на рыбалку ездить купаться уху варить палатка все дела дорога ну все край привязали спасибо ну и как всегда дальше тут даже уже отказывают ничего не надо все как раз у нас хватает вот она у нас отцентрована вот она отцентрована я беру пропускаю раз прижимаешь а секундочку товарищи 1 пропускаю 2 и сразу делаю петлю чтобы 33 раза не пропускать все снасть готова смотрите что у нас получилось то есть какая суть еще раз для тех кто не понял обычная обычная простая косынка только здесь уже усадка смотрите какая усадка полотна то есть полотна какую идет здесь полотна 2 идет и 3 полотно внутри то есть когда рыба идет здесь у нас идет тридцатка здесь сюда и тридцатка говорю тридцать пятка здесь идет тридцать пятка а посередине у нас идет двадцать пятка то есть рыба крупная она застревает здесь если рыба непосредственно помельче она через эту и чую проходит и уже путается здесь вот рыбы здесь при хорошем раскладе реально ловится полтора-два бывает три ведра рыба всякая разная щука и лещ судаки вы иногда попадались небольшие правда до килограмма щучки вот но основной как бы сторожка подвязки чебаки вот занимает конечно это все дело время но по уловистости это вещь конечно обалденная всем рекомендую ну и конечно мы поедем скоро на север обязательно эту снасть проверим в деле покажу вам как она ловит вот увидим если вам понравилось это видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки увидимся на реке пока друзья